Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Встречайте, новый день с нами. Сегодня вы увидите, как всегда, много интересного. Итак, борьба с недостроем. На еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова обсудили работу по борьбе с самовольными, аварийными и долгостроенными объектами. Качество воды. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков встретился с жителями микрорайона Супонева по данному вопросу. Строительство школы «Надежда». Андрей Иванов проинспектировал ход работ на важном социальном объекте в Одинцове. Экологические гонки. Сколько мешков мусора в лесопарке деревни Глазынина собрал победитель акции? Узнаем в нашем репортаже. Вернисаж в библиотеке в Одинцове состоялось открытие выставки художницы Валентина Сенько. Успех наших футболистов. На тренировки юных чемпионов из спортшколы Одинцова побывала наша съемочная группа. Сегодня понедельник, 26 июня. В этот день в 1940 году в СССР был введен 8-часовой рабочий день. Уголовная ответственность за самовольный уход с работы и 7-дневная рабочая неделя. То есть 6 рабочих и 1 выходной. При этом за самовольный переход с одного предприятия на другое рабочие и служащие могли и вовсе подвергаться тюремному заключению сроком от 2 до 4 месяцев. А за прогул были предусмотрены исправительно-трудовые работы до полугода с удержанием из заработной платы до 25%. Такие жесткие нормы просуществовали до 1956 года. Предлагаю узнать, какими еще интересными и значимыми событиями запомнилось 26 июня. 26 июня 1954 года в Обнинске заработала первая в мире атомная электростанция. По поручению правительства СССР ее создал советский физик и ученый Игорь Курчатов. В итоге АЭС стала примером мирного применения атомной энергии. Вскоре Обнинск превратился в первый в мире современный Наукоград, где отрабатывались модели других, более мощных электростанций. Впоследствии здесь был разработан реактор на быстрых нейтронах, который сейчас используется в некоторых моделях атомных подводных лодок. Однако в 2002 году реактор Обнинской АЭС из экономических соображений был остановлен. Сейчас здание первой в мире атомной электростанции является объектом культурного наследия народов России регионального значения, охраняется государством и функционирует как мемориальный комплекс. 26 июня 1942 года в Сталинграде был сформирован 17-й танковый корпус. Отличившись в боях за Сталинград, в 1943 году он был переименован в 4-й гвардейский танковый, а за особые боевые заслуги и освобождение поселка Кантемировка ему присвоили звание Кантемировский. Танкисты данного соединения участвовали в боях на Курской дуге, освобождали Краков, Прагу, вели упорные бои под Дрезденом. Сегодня Кантемировская дивизия – мощное соединение, имеющее в своем составе танковые и мотострелковые полки, артиллерию и части войсковой противовоздушной обороны, а также боевого, тылового и технического обеспечения. 26 июня отмечается Всемирный день производителей холода. Дата приурочена ко дню рождения британского ученого Лорда Кельвина Уильяма Томпсона, создавшего абсолютную шкалу температур. В 1874 году немец Карл фон Линде создал прообраз бытового холодильника. Массово такие машины начали продаваться в США в середине 30-х годов прошлого века, и только в 70-х стали незаменимыми практически в каждом доме. Кроме того, сегодня отмечается Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Международный день в поддержку жертв пыток, День рождения зубной щетки, День косметолога, День шоколадного пудинга и День теней на стене. 26 июня 1879 года родилась русская балерина, артистка Мариинского театра и педагог Агриппина Ваганова. Ее самыми заметными ролями были повелительница Дриад в Дон Кихоте и царица Вод в Коньке-Горбунке. Также в этот день в 1925 году родился советский летчик-космонавт, герой Советского Союза Павел Беляев. В качестве командира он совершил космический полет на корабле «Восход-2». При посадке, из-за отклонений в работе системы ориентации корабля на Солнце, Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель. Эти операции были выполнены впервые в мире. Кроме того, сегодня свой день рождения отмечает советский и российский государственный и политический деятель Геннадий Зюганов и французский актер, режиссер и сценарист Дэнни Бун. И к новостям нашего муниципалитета. В Одинцовском округе с 2018 года ведется активная работа по борьбе с самовольными, аварийными и долгостроенными объектами. Сложная ресурсная задача требует не только времени, но и больших денежных средств. Несмотря на это, наш муниципалитет является лидером по выявлению и ликвидации подобных строений в регионе. О том, какая работа ведется в этом направлении, шла речь на еженедельном совещании главы округа Андрея Иванова. Подробности в нашем материале. Одинцовский округ – лидер Московской области по выявлению и ликвидации самовольных, аварийных и долгостроенных объектов. За пять лет реализации программы из 845 объектов ликвидировано 531 строение. 21 достроен и введен в эксплуатацию. Нужно понимать, что за каждым объектом обычно сложная история, ситуация, есть много нюансов и юридического плана, и, безусловно, технического. Взять и просто так снести здание, конечно, нельзя. Поэтому по многим объектам идут суды. Тем не менее, эта работа ведется и ведется эффективно. Свои обязательства мы выполняем. На сегодняшний день в работе находится 148 объектов. По каждому из них установлены сроки исполнения. На контроль объекты попадают возле объезда в территорию сотрудниками администрации госстроенадзора, в том числе по обращениям граждан. Снять объекты с контроля можно только в случае сноса, приведения в соответствии с путем устроения нарушений или получения необходимой документации. В том числе в судебном порядке так называемой легализации объекта. Если это долгостроит, то появляется способ завершения строительства, ввод в эксплуатацию и регистрация права. Цель программы – снести строение, представляющее угрозу жизни и здоровью граждан. Тем самым улучшить архитектурный облик округа и благоустроить территории. Либо завершить строительство и ввести в эксплуатацию недостроенные объекты. На месте фундамента здания поликлиники в Трехгорке, в связи с банкротством застройщика и вострой, скоро появится современный объект здравоохранения. Участок передан фонду развития территории для строительства поликлиники на 500 посещений смену со станцией скорой помощи и дневным стационаром. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков встретился с жителями микрорайона Супонева по вопросам качества, поставляемой в их дома воды. Горожане неоднократно жаловались на жесткую и ржавую воду. Сейчас активно проводятся работы по разрешению этой проблемы. И они уже дали положительные результаты. Полина Бахова с подробностями. Качество воды в Звенигороде всегда было темой острой и наболевшей для местных жителей. В рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с потребителями воды на ВЗУ номер 4 микрорайона Супонева. Вместе убедились, что работы по разрешению этой проблемы идут полным ходом. Работает буровая установка, осуществляется бурение под новую скважину для водоснабжения. Ожидаем, что вода, которая пойдет с нового горизонта, Олексинский горизонт, она будет содержать меньшее количество железа. План работ по реконструкции систем водоснабжения был намечен в мае. Кроме создания дополнительной скважины, водоканалом и местными управляющими компаниями проведена промывка магистральных и внутридомовых сетей. Положительные результаты не заставили себя ждать. Внутри домовые сети промыли. Я вот читаю все чаты, сейчас жалостно вижу. Тогда благодарность пишите. Обязательно. Но технические мероприятия здесь должны проводиться на регулярной основе, резюмировал депутат. Работы по бурению будут закончены в августе и до октября новая скважина должна быть запущена. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. К новостям региона. В детских лагерях области стартует новый сезон проекта «День цифры». Программу подготовили Минпросвещение и Минцифры России совместно с ведущими отечественными IT-компаниями. Новый формат включает в себя квест по станциям, проектную часть и интеллектуальную командную игру. Каждый этап адаптирован для детей в возрасте от 7 до 12 и от 13 до 17 лет. Присоединиться к проекту и получить бесплатный сценарий, описание игровых механик программы, рекомендации для педагогов, обучающие видеоинструкции для вожатых и воспитателей, медиаконтент для детей можно на сайте урокцифры.рф. Ну а другие новости региона смотрим прямо сейчас. Минэнергетики Подмосковья реализуют программу развития электрозарядной инфраструктуры. С начала года специалисты Мособлэнерго ввели в работу 15 новых зарядных станций для электромобилей, в том числе на территории поселка Веземы Одинцовского округа. Мощность станции составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. Проект реализуется с 2016 года. На сегодняшний день на территории региона 391 электрозаправочная станция. В этом году планируется установить еще 99 быстрых ЭЗС мощностью 150 кВт и 18 медленных 22 кВт. С начала года в Подмосковье вертолеты санавиации, организованные на базе территориального центра медицины «Катастроф», вылетели к пациентам 339 раз. Было эвакуировано 334 пациента, из них 217 детей. В составе бригад работают высококвалифицированные врачи, анестезиологи, реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Работа санитарной авиации организована благодаря НАС-проекту здравоохранения. Подмосковье присоединилось к фестивалю Российского футбольного союза для девочек «Мы в игре. Лето». Этапы мероприятия проходят с 1 июня по 27 августа в 32 городах России, от Калининграда до Сахалина. Программа состоит из двух частей – турнирной, по итогам которой награды получают все участники, независимо от результатов, и развлекательной. Юные жительницы Подмосковья смогли отточить футбольные навыки, пройти полосу препятствий, разрисовать форму футбольного клуба, попробовать свои силы во фристайле, сфотографироваться с любимыми спортсменами и поучаствовать в викторине. Строительная готовность школы «Надежда» для детей с особенностями здоровья – более 40%. На объекте задействовано 75 человек и 4 единицы техники. Работы по сборке корпуса и кирпичной кладки планируют завершить через две недели. Затем приступят к облицовке фасада и установке оконных блоков. Подробнее о ходе строительства и соблюдении сроков в нашем репортаже. Глава округа Андрей Иванов проинспектировал строительство пристройки к школе номер 8 на вокзальной улице. Новое образовательное учреждение рассчитано на 200 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал текущего года. Строительство идет комплексно, даже несмотря на сложность подъездных путей к этому объекту строительства. Это стесненность. Мы ведем одновременно все работы. Возведение здания, школы, инженерные, все сети, внутренние сети, наружные сети. На сегодняшний день в здании школы монтируют третий этаж. Через две недели приступят к облицовке фасада и установке оконных блоков. Сейчас на объекте задействованы 4 единицы техники и 75 рабочих. Оценив выполненный объем работ, глава округа Андрей Иванов заявил о необходимости увеличить численность рабочих, чтобы нагнать темпы строительства. Цель у нас была 1 сентября, потому что какая-то, так понимаю, смещение на полтора месяца будет. Да, даже на два. А как это стоит работа? Ну, 90 человек, а не 200. Учитывая особенность учащихся, школу оборудуют всем необходимым для детей с особенностями развития. И маломобильных граждан установят пандусы, лифты, систему оповещения. Территорию между основным и строящимся корпусами благоустроят в соответствии с современными требованиями. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В Одинцове прошла акция «Экологические гонки». В уборке леса в деревне Глазынина смогли принять участие около 25 ребят из Одинцовского молодежного центра. Самое главное – собрать как можно больше мешков с мусором. Сколько мешков собрал победитель, узнала Екатерина Крамер. Уборка мусора и веток, благоустройство лесных массивов. Неравнодушная молодежь Одинцовского округа приняла участие в экологической акции на территории деревни Глазынина. «Содержать место своего жительства, в данном случае это наш Одинцовский городской округ, в порядке. То есть это касается хоть всей родины, хоть малой родины. Поэтому я думаю, что каждый сознательный гражданин это делает, начиная со своего дома и заканчивая своим городом. А ребята наши, которые добровольно сюда пришли, разумеется, относятся к этому числу». Волонтеры разделились на две команды. Вячеслав регулярно участвует в полезных акциях и субботниках. В этот раз он соревнуется в экологических гонках, которые организовал Одинцовский молодежный центр. «Я узнал об этой акции из администрации нашего волонтерского центра и захотел принять в ней участие, потому что я, как и многие жители Одинцовского округа, заинтересован в улучшении экологической обстановки. И мне самому нравится участвовать в подобных мероприятиях». Более 25 ребят приводили территорию в порядок. Всего было собрано 56 мешков мусора. А победителем экологической акции стала команда, которая собрала 31 мешок. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Переходим к новостям Москвы. Новый туристический маршрут речного транспорта заработал у Северного речного вокзала. Жители смогут прокатиться на круглогодичном электросудне. Причем до 28 июня абсолютно бесплатно. Транспорт будет делать круг по каналу имени Москвы перед зданием вокзала. Гостей на борту ожидают панорамные окна, медиаэкраны, удобные сидения и беспроводной интернет. Отправка будет происходить каждый час с 10 утра до 8 часов вечера от причала номер 10. Время в пути составит около 15 минут. Что еще интересного произошло или произойдет в ближайшее время в столице, узнаем прямо сейчас. Взять велосипед городской системы проката до конца велосезона стало дешевле. Скидка составляет от 10 до 25 процентов в зависимости от тарифа. Доступнее стали и новые электровелосипеды. Подробности акции можно узнать в веб-приложении Велобайка. С 27 июня по 9 июля в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. Одним из ярких станет квест «Бизнес-старт», в котором 10 команд на протяжении дня будут выполнять задания от партнеров проекта в разных локациях столицы. Призы получат все участники, а победителям конкурсов достанутся технологичные подарки и сертификаты. Кроме того, в рамках молодежной недели Москвы пройдут два онлайн-мероприятия, посвященные теме построения карьеры и открытия своего бизнеса. Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» состоится в саду имени Баумана. Участниками фестиваля станут более 30 благотворительных организаций. Они проведут для москвичей и гостей столицы мастер-классы, лекции и тематический квест. Фестиваль пройдет 8 и 9 июля с 11 утра до 8 часов вечера. Вход свободный. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Далее в программе вы увидите. Вернисаж в библиотеке. В Одинцове состоялось открытие выставки художницы Валентины Синько. Успех наших футболистов. На тренировки юных чемпионов из спортшколы Одинцова побывала наша съемочная группа. Новости онлайн. Об отдыхе в Звенигородском музее-заповеднике и наградах за защиту прав человека пишут в окружных соцсетях. В первой Одинцовской библиотеке прошел вернисаж Валентины Синько. Полотна, написанные маслом в жанрах пейзаж и натюрморт, смогут увидеть все желающие до 14 июля. В каком возрасте художница начала писать картины и каких успехов достигла, узнала Екатерина Крамер. Замечательные виды, разнообразие картин. На картинах завораживающие виды Антарктиды, Японии, Китая, Камчатки, Дагестана. В первой Одинцовской библиотеке состоялось открытие вернисажа Валентины Синько. Всего на выставке представлено 42 работы в жанрах пейзаж и натюрморт. Каждая картина здесь с чем-то связана с необычным. Потому что если сердце не зацепит, я просто не могу сидеть. Небо, воду, землю, цветочки – это не по мне. Поэтому мне международный конкурс наградили меня медалью, которая называется «Звезда виртуоза». В 79 лет Валентина Анатольевна взяла в руки кисти и за 10 лет достигла высоких результатов в изобразительном искусстве. В 2016 году она стала членом Международного художественного фонда. А в 2018 на конкурсе «Одинцовские самоцветы» лауреатом третьей степени. Художница участвовала более чем в 100 выставках живописи. Четыре своих полотна Валентина подарила Северному флоту России. За одну из этих работ получила золотую медаль. А командующему я подарила Антарктида с пингвинами, командующий Евменов Николай Анатольевич. Когда дарила, он был командующий Северным флотом. Через несколько месяцев его назначили командующим всем флотом России. Я очень горжусь, когда я вижу его вместе с Путиным. Выставка в библиотеке будет открыта для посетителей до 14 июля. Увидеть экспозиции и прикоснуться к миру творчества может каждый желающий. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». На центральном стадионе «Одинцова» прошла тренировка по футболу воспитанников спортшколы «Одинцова». Ребята регулярно оттачивают свое спортивное мастерство и занимаются физической подготовкой. О том, как проходят тренировки юных чемпионов, расскажем в нашем репортаже. На центральном стадионе около 40 человек. Все они игроки футбольных команд спортшколы «Одинцова». На занятия по спортивной подготовке приходят ребята от 7 до 18 лет. Старшие играют в двух молодежных командах. Во время тренировок на поле работают тренеры – настоящие специалисты своего дела. У нас 12 тренеров на футболе достаточно высокого уровня. И мы над этим повышением мастерства тренера постоянно работаем. У нас даже тренер Леонид Сейча Палькин по приказам назначен как наставник для более молодых тренеров. Команда «Тимофея» участвует в соревнованиях Московской области. В прошлом году юные футболисты заняли второе место в первой лиге и первое в клубном зачете. Есть шанс, понятное дело, попасть в московские клубы, может, в Краснодар, в Питер. Но, если что, после выпуска у нас есть две молодежные команды, которые тоже с удовольствием заберут нас, так сказать, где мы сможем продолжить наш футбольный путь. Интенсивный специальный комплекс упражнений – отличные условия для футбольных игр. Тренировочный процесс в спортшколе всегда организован на высоком уровне. «Неоднократно мы говорим о прекрасном стадионе с раздевалками, с полем. Есть хороший манеж, есть беговые дорожки. Мы все это используем. Очень много детей занимаются. Сейчас практически в летнее время у нас все поле занято. С 9 утра до позднего вечера все команды тренируются». На тренировке ребята отрабатывают атаки и новые комбинации. Занятия на стадионе проходят регулярно, вне зависимости от погодных условий. 9 команд играют на первенстве Московской области в высшей группе и занимают шестую позицию. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». К новостям России. В нашей стране запретят езду на зимних шинах летом и на летних зимой. Такие положения внесены в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. На осень и весну данные сезонные ограничения не распространяются. Правила вступят в силу уже с 1 сентября этого года. О других новостях России в нашей рубрике. Врачи предупредили, что купаться в водоемах с непроверенной водой может быть опасно для здоровья. Там человек рискует подхватить различные заболевания. Зачастую в них находятся возбудители бактериальных инфекций, таких как дизентерия, брюшной тиф, холера и другие. Кроме того, в водоемах, где обитают утки, можно заразиться так называемым зудом купальщика. Поэтому врачи рекомендуют не купаться в местах, где висит предупреждение о соответствующем запрете. Ученые России и Китая создали уникальную упаковочную пленку из березы. Этот материал сможет спасти природу от негативного влияния пластика. Природный березовый ксилан обладает высокой прочностью и стойкостью к разрыву. При этом главное преимущество нового метода производства пленки заключается в его экологической безопасности. Кроме того, данный материал может использоваться в различных отраслях, включая пищевую, фармацевтическую и биотехническую промышленность. Государственная Третьяковская галерея откроет общественное пространство во Владивостоке. В день открытия 7 июля для гостей готовится обширная программа, мастер-классы для детей и взрослых, а также циклы лекций ведущих научных сотрудников галереи, которые специально приедут из Москвы. В дальнейшем общественное пространство будет работать как культурно-просветительская площадка с библиотекой, зоной каворкинга, лектория и кинопоказов. Пять народных тропинок планируется благоустроить в Одинцовском округе в 2023 году. Четыре расположены в Одинцове и одна в поселке Лесной городок. Уже полным ходом идет обустройство тропинки на улице Маршала Жукова, а самая длинная народная тропа расположена на Можайском шоссе. Ее протяженность составляет более 150 метров. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». С другими новостями из окружных сетей познакомимся в нашей рубрике. В Одинцовском округе по 30 июня будет действовать горячая линия территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области. Специалисты ведомства ведут тематическое консультирование по туристическим услугам и инфекционным рискам угрожающим гражданам во время зарубежных поездок. В настоящее время одним из самых серьезных заболеваний, которые туристы могут занести на территорию Российской Федерации, остается туберкулез. Об этом сообщает телеграм-канал «Проокруг». Двух правозащитников Одинцовского округа отметили знаками отличия за защиту прав человека в Московской области. Награды вручили учредителю Центра поддержки семьи, материнства и детства всем добра и эксперту сектора по социальным вопросам, коммуникациям, культуре и спорту теруправления «Звенигород» Елене Бабакиной и руководителю фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов заместителю секретаря местного отделения партии Вячеславу Кирееву. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». В музейном дворике Звенигородского музея-заповедника могут отдохнуть дети и их родители. Для больших и маленьких проводят подвижные игры и конкурсы. Здесь можно будет поиграть в бадминтон, попрыгать через скакалку, порисовать мелками на асфальте. Все будет проходить в Звенигородском манеже на улице Московская, дом 31, дробь 2. Мероприятие организуют ежедневно со вторника по пятницу с 11 до 13.00. Об этом в телеграм-канале «Проотдых». И к мировым новостям. Кошка по кличке Мумуа официально стала свидетельницей на свадьбе своих хозяев из американского штата Колорадо. Аманда и Стив обвенчались в сентябре прошлого года в Джорджии. В присутствии друзей и родственников, однако, вернувшись после медового месяца, поняли, что потеряли свидетельство о браке, не успев подать его в госорганы. Поэтому молодожены заново расписались в Колорадо, взяв в свидетели любимого питомца. В соцсетях они опубликовали видео, как кошка окунает лапку в баночку с чернилами, после чего расписывается в свидетельстве о регистрации брака. Но с другими новостями мира познакомим вас прямо сейчас. Мужчина в Турции пытался поймать цыпленка на территории своего дома и случайно наткнулся в подвале на туннель, ведущий в заброшенный подземный город, в котором когда-то проживали 20 тысяч человек. Древний город Элингубу, известный сегодня как Деринкую, был обнаружен в 1960-х годах. Он расположен на глубине более 85 метров под Каппадокией и является крупнейшим раскопанным подземным городом в мире. Внутри исследователи обнаружили 18 уровней туннелей, в которых находятся жилища, склады сухих продуктов, стойла для скота, школы, винодельни и даже часовня. Город также был оборудован системой вентиляции, которая обеспечивала его жителей постоянным притоком свежего воздуха и воды. В Великобритании владелец дома, в котором снимали фильмы о Гарри Поттере, пожаловался на фанатов, которые не дают его семье спокойно жить. Мужчина рассказал журналистам, что к его дому каждый день приходят странные фанаты-паттерианы. Некоторые одеваются в костюмы персонажей и воссоздают сцены из фильма прямо на газоне. Однажды кто-то пытался перелезть через забор. В фильме юный волшебник жил со своими родственниками-дурслеями на Private Drive 4 в выдуманном городке Little Winging в Сурее. На самом деле съемки проходили в доме в Брэкнелле в английском графстве Бергшир. 16-летняя жительница Индии протанцевала 127 часов подряд с краткими перерывами и побила мировой рекорд. Девушка начала танцевать в одном из кабинетов школы, в которой она учится, утром 29 мая. И продолжила двигаться под музыку до полудня 3 июня. Индианка исполняла катхак, один из видов индийского классического танца. Каждый час девушке разрешалось делать паузу продолжительностью 5 минут. Предыдущий рекорд составил 126 часов и был установлен в 2018 году непальской танцовщицей Банданой Непал. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 21-23 градуса тепла, ночью около плюс 15. Ветер восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Геомагнитное поле спокойное. На этом наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в Одинцовском округе смотрите в наших информационных выпусках. А также следите за новостями в нашем телеграм-канале про округ. С новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если вы стали очевидцем происшествия и у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго, удачного рабочего дня и вообще легкой рабочей недели. Ведь сегодня понедельник. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.